приветствую друзья на библейском портале экзегет ответы на ваши вопросы можно ли лгать знакомым чтобы не вызывать их зависти например если купил квартиру без кредита все друзья сидят в кредитах солгать что тоже взял в кредит кажется подход такой благоразумные не провоцируйте ближних не забывайте о том что люди немощные и падки на зависть немногие умеют радоваться радостям ближнего но многие приобрели по жизни злой навык огорчаться от его успехов потому прав тот кто прислушивается к совету мудрых думай что говоришь не говори того что не думаешь и не все что думаешь говори поскольку не вся правда бывает для людей хорошо усваиваем поэтому всегда рассудительный старается предусмотреть как слово наше отзовется не всегда можно это угадать но предполагать что излишняя твоя похвальба козыряние своими материальными или духовными успехами в окружающих не столько вызовет воздыхание сочувствие молодец же ты рад за тебя но наконец-то хоть один человек хорошо поживет хоть кто-то из нас счастливчик не надо ему чего-то выплачивать не надо ему за что-то бороться когда все само пришло ему в руки но бывает что человек сам находящийся в какой-то стремнине постоянных противодействий трудностей жизненных и при этом не обретший через молитву и покаяние навык жалости снисхождение к ближним своим не умеет радоваться радостям ближних поэтому если не вовсе врать то во всяком случае говорить уклончиво и не фокусировать на себе мнение внимание других быть по возможности тихим обтекаемым чтобы не навлечь на себя излишней своей несдержанностью восторгов по поводу иногда собственных своих успехов не навлечь на себя и доброжелательства ближних своих потому и советуют опытные святые отцы максимально удерживаться от разговоров о себе не докладывать о своих успехах чаще всего происходит в людях это от некоторого тщеславия а привлекает к ним вместо похвал и одобрения какие-то еще и недобрые расположения ближних своих потому не обязательно выдумывать какие-то длительные периоды каких-нибудь фантастических приключений как вы бедны или как вам приходится выплачивать какие бесконечные страховки сколько достаточно сказать уклончиво как мы так и как и все всем нелегко и россии и мне а тут уж хочешь не хочешь подтянешь поясок для того чтобы над избушкой твоей зимой заклубился голубой дымок который как раз будет создавать и уют в доме и тепло хочешь не хочешь а надо потрудиться и не ожидать пока ты выиграешь дом на пруду с белым лебедем связи с подсказанными каким-то шулером номерами а связи с теми трудами которые ты по жизни полагаешь сказать что это будет ложь нельзя потому что я право мы трудимся и все мы у бога приживалы и все он нам взаим дает и на время наши не только деньги нам к нам приходящие но и самые телеса наши все относятся к имению неправедному как это названо в одной из притчей господних именно их употреблять во славу божию благоразумно поскольку кто будет справедлив и угоден богу в управлении богатством по-настоящему ему не принадлежащим тот и вечного сподобится богатство которым уже никогда не обеднеет внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео